Всем привет, ребят! У меня до сих пор спрашивают, какую PlayStation 4 Pro купить. Да, видимо, люди не хотят ждать PlayStation 5 и правильно делают. Нечего ждать год, надо брать сейчас, играть и не париться по этому поводу. Но все типа эксперты знают, что сейчас продажа прошка только третьей ревизии. Вторая и первая уже давно не продаются. Но, может быть, где-нибудь вторая и завалялась. И то весьма-весьма навряд ли. Там я глаза захотел, да, сильно. Ну ладно. Короче, суть в том, что... Это была шутка. Сейчас в продаже новой только третьей ревизии. То есть выбора, как такового, у вас нет. А те, кто ищет поддержанную, да, вопрос стоит открытым. Какую брать? Первую, вторую или третью? Но давайте разбираться, чем они отличаются, какую я в итоге вам посоветую. Короче, погнали! Что такое ревизии вообще и зачем они нужны? Если по-красивому, то в течение жизни консоли появляются новые технические решения, которые компания Sony внедряет в свои консоли, делая их более совершенными, более технологичными, более энергоэффективными, более качественными. Если по-настоящему цель Sony, как и любой другой компании, какая? Зарабатывать бабки. И это очевидно. Это не благотворительная компания. И каждая новая ревизия становится что? Дешевле в производстве для Sony. Ну а если повезет, то да, они внедряют что-то более технологичное, более совершенное, и консоль станет лучше. Как правило, эти две фишки соединяются воедино, и получается новая ревизия. Вот так. А теперь о том, какие бывают ревизии PlayStation 4 Pro конкретно. Если вы покупаете новую, то у вас будет только третья ревизия, без вариантов. Но если вы покупаете поддержанную, то берем консоль. Она не включена, это просто фейк лежит здесь. Короче, смотрим вот здесь. Смотрите, вот здесь есть такая надпись. Видно вам? Не знаю. Да нифига вам не видно. Короче, написано C-U-H или C-U-H, кому как удобно, 7-1-1-6. Вот, семерка значит, что это PlayStation 4 Pro. Далее, вторая цифра, она самая значимая для нас. Нолик значит, что у вас первая ревизия. Единица вторая, это вторая ревизия. И двойка, это третья ревизия. Вот так они и отличаются. Просто смотрите наклейку и читайте, какая ревизия. А теперь самая значимая часть ролика. Чем же все эти три ревизии отличаются на практике? Первый и чуть ли не единственный их параметр, по которому они отличаются, это уровень шума и степень нагрева, которая идет рука об руку с уровнем шума. Сейчас вставлю картинку из интернета, чтобы вам было более наглядно. Как видим, первая ревизия самая шумная и самая холодная. Вторая и третья по этим параметрам примерно равны. Но это не значит, что первая ревизия не сгорит, а вторая и третья поиграешь немного, все, конец расплавится. Это не та температура, при которой плавятся компоненты и отпаивается центральный процессор. Нет, ни в коем случае. Поэтому по температуре я бы не стал заморачиваться. А вот уровень шума, ну кому как, сейчас по этому поводу поговорим. По поводу шума в интернете много криков и визгов. Кто-то кричит, что нормально играть на обычной прошке, ничего-то такого на первой ревизии. Кто-то говорит, что да нет, шумно капец играть невозможно. Ты гонишь, тебе вообще не нравится, ты просто защищаешь свою приставку, чтобы хоть как-то оправдать, что у тебя хуже, чем у меня. Ха-ха-ха. На самом деле уровень шума это такой параметр сугубо субъективный, и каждый может говорить только сам за себя. И у меня нет, да, прошки первой ревизии, но есть кое-что покруче, кое-что интересное. Фатка первой ревизии. А фатка первой ревизии работает с тем же уровнем шума, примерно 55 дБ. И по моим ощущениям, ну знаете, когда играешь, ты ее, если вслушиваешься, ты ее будешь слышать. И порой она дает о себе знать. А вот прошка версии 2, здесь 50 дБ, ты ее гораздо меньше слышишь, гораздо меньше дает о себе знать. В целом, только если ты вслушиваешься, ты будешь ее слышать. Если ты не вслушиваешься, ты слышать ее не будешь. А эта же фатка, если врубить, она дает о себе знать еще как. Поэтому, казалось бы, 5 дБ, а разница есть. Поэтому, затем, мой совет. Те, кто запарен уровнем шума, не берите себе прошку первой ревизии. А то намучитесь, будете визжать, какое же дерьмище. А те, кому, в принципе, пофиг на шум, кто делает звук погромче, а на телеке или наушниках, ну, почему бы и не купить, если подвернется по приятной цене? А? Следующим отличием должна была бы стать энергоэффективность. Но практика показала, что все три версии PlayStation 4 Pro потребляет одинаковое количество ватт в час. А именно, 170 ватт. Так что, никакой разницы нет. Тем не менее, я бы не затевал этот пункт, если бы не одно но. Такое вот маленькое, небольшое, которое доказывает то, что Sony все-таки решили сэкономить кое на чем. У второй первой ревизии вот такой кабель на 10 ампер. У последней третий вот такой, видите, на 2,5 ампера. Я думаю, такой кабель дороже, поэтому Sony решили сэкономить даже на кабеле. Такой в третьей ревизии, такой второй и первой. Но это не значит, что третья ревизия плохая, просто кабель другой. Самый важный и самый короткий пункт. Это качество графики и количество кадров в секунду. Оно здесь абсолютно идентичное. Поэтому можете даже не запариваться. Но я предвижу, что кто-то в комментах может развержаться, что мол, да нет же, я видел в интернете, кто-то сравнивал, и там было на полкадра в секунду меньше. Начинка одинаковая, короче, абсолютно одинаковая. Даже не запаривайтесь, вообще, даже не думайте об этом. И последний, и довольно важный, и самый очевидный пункт, это, конечно, возраст. Чем более новая ревизия, тем новее консоль. Это очевидно. Но если вы покупаете новую, то у вас без вариантов будет третья ревизия. Без, вообще без вариантов. С таким вот мелким кабелем. Но если вы берете с рук, то просто повод поторговаться, если вы нашли вторую или первую в хорошем состоянии. Просто она старшая, вы можете сказать, что слышишь, у тебя она, как бы, там, 2 или 3 года, поэтому давай скидывай, если цена вас не устраивает. Ну что, давай делать вывод. Вывод будет простой и будет следующий. Помимо очевидного возраста, все версии прошлых отличаются одним единственным существенным параметром. Это уровень шума. Ведь я не думаю, что вторая или третья версия сгорит потому, что они греются на 5 градусов больше. Нет, конечно. И что вы думали, я вам посоветую? По вторую или первую? Из-за того, что кабель толще? Нет, конечно. Берите третью. Третья, последняя, самая новая, самая тихая. Это очевидно. Берите третью. Мы говорим про сейчас подержанные консоли, потому что, думаю, понимаете, что если новая, вы купите только третью версию. Тем не менее, если у вас подвернется хороший вариант второй версии, то почему бы не купить? В целом, тихая, нормальная консоль, и не такая уж и старая. Первую ревизию я покупал бы только в том случае, если бы просто подвернулся на очень хороший вариант. А так бы все-таки нет, все-таки нет. Я бы даже готов был немного переплатить и купить вторую или третью, но все-таки нет, ребят, нет. Я поиграл когда-то вон на той, когда играл на той, вон, версии, первой версии фатки, то как-то играл и не запаривался. Но теперь поиграл на второй версии прошки, на последней версии фатки, и как-то уже возвращаться не хочется. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было полезно и интересно, и я ответил на ваши вопросы. Подписывайтесь, там, лайки, комменты. Да, глянче у вас эти вещи. Так, принято на ютубе. Ну, давайте. Все, окей. Пока! Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok